Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 6 апреля, день Захария Постника, назван в честь Захария. Он служил в Печерском монастыре в дальних пещерах, Прославился он тем, что по пострижению монашества, Положил себя за правило до смерти, не есть ничего ни печеного, ни вареного. Питался каждый день только после захода солнца, И то малым количеством сырой пищи, то есть зелия. От такого воздержания был страшен для бесов, Они боялись даже его имени. Часто видел ангелов, с которыми по смерти своей Сподобился жить на небе вечно. В этот день очищали дом от нечисти, Стирали и убирали, Жили костры за двором, И обходили избы кругами. Обязательно можжевельникам Окуривали домашний скраб и зимнюю одежду. Старые соломенные постели сжигали, Чтобы обезопасить себя от бесовского влияния И истребить недуги. Обязательно прыгали через огонь. Печенье топили и укладывали спать В выхоложенных горницах и сенях. В избах оставались только больные старики и дети. Наши предки верили, Что черти самого имени святого Захария постника Не выносят и убегают из тех мест, Где почитают память этого монаха. Сегодня можно покаяться в грехах И получить право посещать храм, Который не пускали тех, На ком висит тяжелый грех. В этот день принято было гадать О будущем урожая. Для этого на ночь Вешали мокрое полотенце во дворе. Если к утру оно высыхало, Быть хорошим урожаю. Останется наполовину мокрым, Урожай будет средним. Если же полотенце было мокрое или замерзло, Лето будет влажным, С ранними заморозками в конце. Подготавливали себя ко дню благой вести молитвами, Раздавали милостыню, Особенно заключенным. В церквах освящались семена. В этот день было принято сеять горох, Приметы. Если ночь была теплой, То весна будет дружной и теплой. Если сегодня снег пошел, К урожаю гречихи. Ударил мороз, К богатому урожаю овса и проса. Теплая ночь. Примета того, что весна быстро придет. Снег растаял. В этом году снегопадов больше не будет. Если не стаял, Еще долго будет лежать. Валя Марат. Добрый день, Петрович. Вы приносите мне огромное вдохновение для чисток. Это, знаете, это феномен. Когда у человека уже чувствуете энергетика такая, знаете, Муха мощная. Если этот человек настроен на некие такие частоты, На некие такие информационные пласты, Вы можете с ним, Смотря за его, так сказать, Жестикуляцией, голосом, действием и так далее, За картинкой, Вы невольно можете входить в резонанс с ним И подключаться к этим пластам. Это очень интересный феномен. Есть такая вещь, да? 31 марта я чистила печень. В течение суток я непроверно слушал, Я смотрел ваши видео в этот день. Результат был потрясающий. Такая чистка у меня была в 1995 году. С этого времени, я ваша поклонница, Меня вытряхивала, Мутила, Сердце бешено колотило. Сказалось вырваться из груди. Я попила настой боярышника и шипунника. Сердце пришло в норму. И камни черные, я их не считала, Из печени вышли. После чистки энергии просто, Энергия просто била фонтаном. И рада жизни вырывалась из плена нечистот. Спасибо! И рада жизни вырвалась из плена нечистот. Спасибо за то, что вы есть. Вы знаете, вот я в который раз, Как бы сказать, вот я вроде бы простой такой, Это самое, мужичонка, который тут стоит, И с вами тут что-то там рассказывает. Не совсем ладно там рассказывает, И голос такой, и так далее. Но тем не менее, Тем не менее, Важно, чтобы вам донесли Саму суть, Сама суть Того или иного процесса, Того же, допустим, очищения печени и так далее. Она возможна тогда, Когда человек это проделал, Прочувствовал. И понял, как и что надо делать. И так и должно быть. Вот смотрите, 31 марта Валя начал очистить печень. И что? Чистка удается только тогда, Когда у человека много энергии. А для того, чтобы много энергии, Вот я вам только сказал, В течение суток, Я непроверно слушал, Я смотрел на ваши видео, В этот день, Вы вошли в вот эту вот Мою волну, Вот эту энергетическую, Вы сели на нее. И далее, Для того, чтобы очиститься, Нужна энергия, Нужна свободно дополнительная энергия. Откуда ее брать? И Валя молодец, Как раз я вам неоднократно говорю, Смотрите мои видео, Где я даю творческий вечер, По чтению своих стихотворений. Это вообще колоссально. Я даю вам эмоциональный гимнастик, Для того, чтобы вы сами делали, Смотрели это все. Вы тоже будете вот в этой, Как бы сказать, Энергетической волне, В энергетической стимуляции. Необыкновенной. Даже особо делать не надо. Просто смотрите. Оно само произойдет соединение, Резонанс этот. И вот когда энергии, Много, Тогда и результат потрясающий. Обилие энергии Начинает вытряхивать. Естественно, Это Наступил мощнейший Очистительный кризис, Для которого надо энергии. Надо много энергии. Непрерывно слушала, Смотрела. Молодец, Валя. Вот. И тогда начинает Эта энергия вытряхивать. Мутить. Естественно, Мутить из-за того, Что тут куча шлаков Идет в этот самый, В круг. Сердце бешено колотилось. Да. Это как раз говорит о том, Что энергетика поднялась, Что это там колотится, Выбрасывается. Казалось, Вырвется из груди. Но есть такое. Да. Вот в чем И особенности Вот этой, допустим, Чистки. Это такая мощная, Жестокая, Но очень эффективная чистка. Можно и помягче. Далее. Молодец. Молодец. Опять-таки. Аж как же Помочь себе Вот в этом, Когда сердце бешено Колотится Своему сердцу. Попила настой Боярышника И шиповника. Боярышник и шиповник, Как раз боярышник, Отлично поддерживают Работу сердца. Шиповник тоже добавляет Естественные травки, Плоды, Которые вот этого делают. И именно Вот этот вот настой, Он целенаправленно И повлиял на это. Поэтому заранее, Когда вы будете готовиться К чистке печени, Заварите Боярышника И шиповника, Чтобы Когда у вас Такие вещи пойдут, Вы начнете их пить. И все придется в норму, Как в данном случае. Так, камни черные, Я их не считал, И из печени вышли. Образуется из-за того, Что мы с вами, допустим, Ну, грубо говоря, Раньше там почистились, Все нормально, Все почувствовали себя здоровыми, Хорошими такими. И благополучно Со временем Все это забыли. То есть мы не делаем Профилактических процедур Раз в год, Весной. Ну, а что там, Я и так нормально себя чувствую. Все. Это ведет к тому, Что черные, Это говорит о том, Что они уже Застоялись там. Они уже скатались там В желчном пузыре. В протоках печени. Уже чуть ли... Еще немного туда дальше, Смотрите, Вот это вот черные камни Начнут превращаться Уже в твердое образование, Которое уже это, Трудно будет вывести. Хотя тоже это можно вывести. Вот. После чистки, И вот когда эта вся Ерунда вышла, После чистки, Энергия просто била фонтаном. Рада жизни Вырвалась из пленальной чистот. Спасибо за это. Вот смотрите, Чтобы почувствовать Вот это, Когда организм действительно Скован, Скован тем, Что печень перестала Нормально работать. Она забилась Вот этими вот Черными камнями, Там, Желчные пузыри, Там. То есть, Это черные камни, Что, Как вы знаете, Вот есть такое понятие Черная желчь. Вот когда желчь Не выводится нормально Из печени, Она за временем Стареет И превращается В черную Мазутообразную Массу, Которая уже, Знаете, Чужеродна В нашем организме, Тем более в печень. И в печень, Вместо того, Чтобы нормально работать, Нормально, Значит, Вот Обеспечивать Все функции, Которые она должна Обеспечивать, Она перестает. И Уже организм Начинает чахнуть. Он массу своей энергии Направляет на то, Чтобы хоть как-то Пройти Вот через эту печень, Обеспечить Жизненные Вот эти процессы Хоть как-то Через них пройти. А когда мы этот барьер Только опачки Из царицы старшей печени Выбросили, Да ё-моё, У нас как пойдёт Вот действительно Фонтаном. И вот как раз Валя Всё это На себе Прочувствовала. Я в своё время Когда там почистил И вот это вот Почувствовал. Я был, знаете, В таком восторге. Мне хотелось Поделиться с людьми, Рассказать. Да вот же, Вот же, Вот же. И так после того, Как вот это Произойдёт Чистка печени, Это не для того, Что мы камни Выводим. А это просто Вот эти шлаки Все эти выбрасываются. Там попутно Ещё Куча всего Выходит. Организм просто Ту энергию, Которую он ранее Тратил На обезвреживание Всего вот этого, Он Наполняется. И мы тогда Чувствуем Вот действительно Вот он Фонтан Нас бьёт. Вот она Рада жизни. Вот оказывается Как можно жить. Вы представляете, Как можно жить Здорово, Крепко. Вот я сейчас Особо даже Не очищаюсь. Но тем не менее Я занимаюсь Такими вещами, Которые мне Позволяют Давать Больше Энергии. То есть Я сам Её беру Больше. И это Видите Вот как На мне Отражается. Очистка печени Вот как раз Она Вот я просто Помню Очистку печени Что она Вот так Вот даёт. Ну как Я сейчас. Ладно. Вот такие Вот вещи Что касается Чистки печени И я вам Многие Многие Эти самые Даю Такие Как бы сказать Наколочки Что вот этот Вот мой канал Вот эти Там Видео Которые Я там Снимаю Которые Особенно Знаете Вдохновляют А вы Чё-то Это Сама Вдохновились И потом Там Забыли И ещё Там Чё-то А вот эти Мир Стешки Мои Там Прослушали Да И забыли Я теперь Видите На каждый Месяц Сочиняю По стихотворению Январь Был Февраль Был Март Был Теперь Апрель И так Дальше Пойдёт И при этом Стихи Как вы видите Они такие Заводные Они Вот Возбуждают Энергетику Они вас Ведут Это Это вообще Знаете Вот Я уж так Скажу Немножко Похвастую Что ли Вот Я как-то Настроен Вот На эту Волну На волну Вот Такой Вот Какой-то Радости Здоровья И Творчества Это очень Интересный Тоже Феномен Далеко Не каждый Человек Настроен Вот так Есть Сами Знаете Люди Вроде бы Талантливые А Сочиняют Какой-то Мрачняк Так что Пользуйтесь Моими Вот этими Видосиками Пользуйтесь И вы Получите Большое Благо Мои Книги Я же Сам бы Прочитал Ну Пользуйтесь Семь Ё-моё Всё Сначала До Конца Целая Наука Оздоровления Понимаете Удалось Мне её Сделать А в основах Здоровья Вот Именно В основах Здоровья Так что Рад Я Завалю И буду Радоваться За других Людей Которые Вот Воспользовались Тем Что я Вам Даю Воспользовались